Всем исторический привет! С вами GoHistory. Наверное, каждый из вас хоть раз в жизни задавался вопросом, а нужна ли история современному человеку. Юному, современному человеку и правда может быть невдомёк, зачем ему тратить время на изоучивание дат и событий прошлого? Однако есть три совершенно железных повода знать историю. Эта фраза принадлежит Виссариону Белинскому, литературному критику. Да, звучит немного пафосно, но мы готовы под ней подписаться. Похожие события в истории человечества повторяются по спирали. Например, как заметил другой любитель истории Уинстон Черчилль, история рода человеческого – война. Помимо кратких и ненадёжных промежутков, на Земле никогда не было мира. С этим высказыванием и не поспоришь. Пропаганда всегда построена на искажении действительности, причём с обеих сторон. Масс-медиа, кроме нас, разумеется, корректирует взгляды граждан и на события новейшей истории, и на древность. Правда, этим почти всегда грешат и историки. Однако, со временем оценочные осуждения осыпаются, оставляя наблюдателю факты. Только надо помнить, что школьный курс истории – так себе источник. Например, что ты знаешь об империи Чингисхана? Юрты, грязные и дикие люди? Между тем, в ханской столице Каракаруми работали лучшие мастера из захваченных земель, в том числе архитекторы и строители. На землях, находившихся под властью монголов, эффектно действовала почтовая служба. Чиновники получали жалования, они кормились от взяток, за них можно было лишиться головы. С другой стороны, вертикаль власти мы унаследовали от монголов. А до их прихода знаешь, какая на Руси была демократия? Многим и не снилось. Народные вечи могли прогнать князя из города, если считало его неугодным. И это считалось нормальным. К месту рассказать неожиданно и про монголов, и как Цезарю надрали задницу в Британии, и про то, как африканцы друг другом торговали. Хотели бы поглядеть на девушку, которая сможет устоять перед этой эрудицией. Для этого она должна быть как минимум третьекурсницей из ставка МГУ. Чтобы доказать, что история важна, не нужно даже никуда далеко уходить. Достаточно вспомнить слова самых богатых и влиятельных людей планеты. Каждый может творить историю, но лишь великие люди способны ее писать. Оскар Уайлд. История мира – это биография великих людей. Карл Эйр. А вот еще одна интересная цитата. История повторяется дважды. Сначала в виде трагедии, потом в виде фарса. Карл Маркс. История учит, что всюду, где слабые, невежественные люди обладали чем-либо, что хотели иметь люди сильные и образованные, первые всегда уступали это по доброй воле. Марк Твен. И таких примеров можно привести еще десятки. Я надеюсь, что многие из вас убедились в важности изучения этой гуманитарной науки. Ну а с вами был GoHistory. Всем пока и берегите себя.